По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотургского Кирилла в Культурно-Просветительском центре Царский состоялось открытие выставки об одном из гениальных явлений русской жизни на рубеже XIX и XX веков, крестовоздвиженском трудовом братстве и его основателе Николая Николаевича Неплюева. На открытии выставки побывала и наша съемочная группа. Наследник древнего дворянского рода Николай Николаевич Неплюев, оставив блестящую карьеру, всецело посвятил себя детям. Он создал для них школу, первые выпускники которой. Впоследствии создали крестовоздвиженское братство. Николай Николаевич был одним из крупнейших помещиков своего времени и обладал большими талантами, которые мог употребить для устроения своей беззаботной жизни. Но он выбрал другой путь. Он выбрал то, что на самом деле является самым главным для человека. А это служение Бога через те таланты, которые даны каждому человеку. И вот это дорогого стоит. Если бы каждый из нас, каждый из тех, немножко бы забыл о своем собственном эгоизме или каких-то пристрастиях, а посмотрел, а чем я могу послужить своему Отечеству, какой могу я дар принести, что я могу хорошего сделать. И то наша жизнь, она изменилась, изменилась худшими. Будущая Воздвиженская школа зародилась 4 августа 1881 года. Для этого Николай Неплюев взял на воспитание 10 крестьянских детей из беднейших семей. Спустя 8 лет состоялся первый выпуск школы. И трое учеников, получивших аттестат, не захотели расставаться со своим наставником. С этого момента и началось устроение трудового братства. И в этой школе было принципиально, что она была устроена на основах веры. Не в преподавании в смысле закона Божьего, а что люди должны жить по Евангелию, должны жить в любви, в доброте, не обижать друг друга, должны быть трудолюбивыми. Его братство называлось трудовое кресто Воздвиженское братство. И очень важно было, он обращал внимание на это качество труда, на то, как люди могут работать, на то, как люди могут помогать друг другу, и что плоды этого труда могут послужить земле. В начале 20 века братство становится знаменитым. Оно растет и успешно развивается. Внутри братской общины создается высокоэффективное производство и прочная социальная инфраструктура. Но в советское время, в 30-х годах, братство ликвидируют, а имя Неплюева забывается в широких кругах. В наши дни происходит возвращение его незаслуженно забытого яркого имени. С момента начала экспонирования выставки каждый год имя Николая Николаевича становится все более известным. Например, в этом году в Москве прошли первые Неплюевские чтения, на которые было собрание клириков и мирян, и более того, разных епархий, разных городов, где всерьез обсуждали не просто наследие Николая Николаевича, а именно, как это внедрять в жизнь церкви. Что здесь можно взять такого, что собирает церковь, что помогает ей жить, что помогает жить вместе и всем вместе. Выставка «Он не преклонился перед силой факта» Николай Николаевич Неплюев и его крестовоздвиженское братство уже экспонировалась в Москве, Санкт-Петербурге, Архангельске, Воронеже, Гомеле. Теперь она открыта в Екатеринбурге. Ее посетители знакомятся с жизнью нашего соотечественника, учившего своих подопечных тому, что в жизни самое главное для христианина – быть верным Богу и Его делу на земле.